Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию обзор детских книг о Рождестве. Рождество – это время, когда волшебство вступает в свои права. Учите своих детей верить в чудо, силу любви и веры, и самим делать добро. А замечательные рождественские сказки вам в этом помогут. Рождественские сказки для малышей Жулибин – страшный милый волк В рождественскую ночь нет ничего невозможного. Чудеса случаются на каждом шагу. И все потому, что накануне праздника у всех в душе просыпаются самые лучшие чувства. Так стоит ли удивляться, что злой и страшный волк вдруг оказался таким добрым и отзывчивым? Добрую рождественскую сказку о великодушном волке, которому так и не удалось поохотиться, Майкл Бонд – медвежонок Паддингтон и Рождество Медвежонок Паддингтон знает, как встречать Рождество. Он решил пригласить своих друзей в гости к Деду Морозу. Медвежонок долго копил свои булочные деньги для этой поездки И даже приготовил список подарков, которые хотел бы получить. А вот Дед Мороз не был знаком с Паддингтоном И не знал, что к встрече с этим медвежонком надо готовиться заранее. Валько – потерянное рождественское письмо Вы еще не знакомы с зайцем-рыцарем и медведем-лакомкой? Тогда вам непременно нужно познакомиться. Скучно с ними точно не будет. С зайцем и медведем постоянно что-нибудь случается. Захватывающие привлечения ждут друзей на каждом шагу. Недаром они живут в волшебном лесу. Отзывчивые и смелые герои всегда готовы прийти на помощь. Мария Евсеева надо верить в чудеса Или Рождество в деревню. Не повезло маленькому Владику. Пришлось ему накануне Рождества отправиться в деревню. Ну какой там праздник! Ни любимых мамы с папой рядом, Ни друзей, ни даже мультиков по телевизору. Однако недолго скучал мальчишка. Подарил ему волшебный рождественский сочельник Встречу с чудом. Но пришлось Владику ради этого Настоящий подвиг совершить. Защитить бабушку от страшных косматых монстров. Свен Нурквис, механический Дед Мороз. Старик Пэтсон и котенок Финдус Готовятся встретить Рождество. Ну какое же Рождество без Деда Мороза? Думает Финдус. Котенок верит в Деда Мороза. А старик Пэтсон уверен, что его не существует. Чтобы не огорчать Финдуса, Пэтсон решает сам смастерить Механического Деда Мороза. Да еще такого, чтобы разговаривал и двигался. Но как сделать так, чтобы котенок не заметил подмены? Но Дед Мороз, который придет к Пэтсону и Финдусу, Окажется вполне себе настоящим. Свен Нурквист «Рождественская каша» На дворе сочельник, пушистый белый снежок, Неподвижно лежит на елях и крышах домов. А гномы ждут, когда хозяева дома Преподнесут им тарелочку вкусной рождественской каши. Но тут случается непредвиденное. В этом году люди забыли древние обычаи, И гномам надо спасать положение. Хотите узнать о забавных приключениях Семейки крошечных человечков и их несравненной мыши? Свен Нурквист «Рождество в домике Пэтсона» Пэтсон и его котенок Финдус Спешат навести порядок в доме, Ведь скоро Рождество. Они уже почти все сделали, Осталось только нарядить елку И приготовить праздничный ужин. И вдруг случилась неприятность. Пэтсон поскользнулся и повредил ногу. Неужели теперь он и Финдус останутся без праздника? Крис Ван Олсбург «Полярный экспресс» У дверей дома мальчика, верящего в Рождество, Останавливается волшебный поезд. Поезд едет на север, к Санте, И герой пронесется над миром в оленью пряжки, Посмотрит на эльфов, И даже сможет загадать себе Свой собственный, Очень особенный, Рождественский подарок. Сила сказки Ван Олсбурга В ярких и при этом реалистичных иллюстрациях. Именно благодаря им Все приключения героя Кажутся такими реальными, А его чудесные путешествия на север Не таким уж невероятным. Отфрид Пройслер Что случилось на Рождество? Однажды Маленький ослик Встретил ангела, Который рассказал ему О рождественском чуде. Все люди заняты Приготовлением к Рождеству, Покупками, украшением И не замечают Самого главного, Что происходит в эту ночь. Только маленькому мальчику, Ослику, Да еще нескольким горожанам Удается попасть На настоящее Рождество. Завораживающая история Знаменитого немецкого сказочника Отфрида Пройслера Поможет ощутить дух Предстоящего праздника И разделить его Самыми близкими. Трогательные иллюстрации Современной художницы Кристианы Ханса, Которые хочется рассматривать Снова и снова, Не оставят равнодушными Ни взрослых, Ни детей. Армель Рену, Как устроить праздник Усик и рождественское чудо Как же так? Только котенок Усик Хотел покачаться На ветках рождественской елки, Как самая красивая звезда Разбилась. Усик и его друг Пес-пятнаш Отправляются на поиски того, Кто может помочь Все исправить. И неожиданно Попадают к настоящему Санта-Клаусу. Котенок Усик Маленький герой Серии книг Французской писательницы Армель Рену, Который обязательно Понравится малышам, Ведь в душе Он такой же, как они сами. Милый, Немного наивный шалунишка С доброй душой. Всего Серии семь книг, А это Самое, что ни на есть Рождественское. Сказка Подарит детям и родителям Атмосферу праздника И волшебства. Джулия Роулинсон Лисенок Лютер И снежное Рождество. Добрая сказка про лисенка И его отношения С соседями. Рыжий герой Так переживает За зайчат, Которые решили Перед Рождеством Переехать в новый дом, Что решает Выложить к нему дорогу Для Санта-Клауса. Ведь если Рождественский дед Не найдет дорогу К соседям, Они останутся Без подарков. Помогать лисенку Будут и бельчата, И птицы, А после Они все вместе Усядутся у зайцев Пить чай С черничным пирогом. Вот только начинается Сильный снегопад, Дорогу заваливает снегом. Как же теперь Санта Найдет путь к тем, Кто его так сильно ждет? Чудесные акварельные иллюстрации Напоминают о том, Что зима – Это время горячего чая И ароматного печенья, Теплого пледа И крепкой дружбы. И она Согревает наше сердце Получи любого, Даже самого толстого Шерстяного свитера. Ульф Старк. Рождество в лесу. Озорной ветер Уносит варышки и колпак Ворчливого гнома Буки. Их находят лесные звери, Которые понимают, Скоро Рождество, И владелец Обязательно придет За своей одеждой. А значит, Надо готовиться, Учить приветственную песню, Убираться в доме И наряжать дерево. Правда, что-то гость задерживается, А знает ли он, Что его ждут Корольчата И их друзья? Карма Уилсон, Джейн Чапман, Рождество медведика. Скоро наступит Рождество, И все звери в лесу Ждут не дождутся праздника. И чтобы праздник стал веселей, Медведик решил для своих друзей Нарядить пушистую елочку И приготовить подарки. Книги Кармы Уилсон В переводе замечательного поэта Михаила Яснова Настоящий подарок для малышей. А рисунки Джейн Чапман Заставят улыбнуться Даже их повзрослевших родителей. Нэнси Олкергай Лучший подарок на Рождество Рождественские подарки В этом году вышли на славу. Зайчонок, медвежонок и енот Радостно спешат на праздник К своему другу-барсучонку. Однако по пути Они попадают в снежную бурю, И ветер уносит прочь Прекрасные гирлянды, Разноцветные елочные игрушки И сверкающую Вифлеемскую звезду. Делать нечего, Им приходится идти в гости С пустыми лапами. Но Рождество Не было бы Рождеством, Если бы в эту ночь Не происходили чудеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова